Провинция решает! Всем привет, братцы! У нас вот сегодня очень необычный выпуск, достаточно экстремальный. Мы его долго откладывали, сомневались, делать его или нет. Материал лежит уже несколько месяцев. Мы его снимали в славном городе Санкт-Петербург однажды. И там произошла неприятная ситуация. В общем-то, судить вам, каков контент получился. Все-таки мы решили его выпустить. Материал неоднозначный. Нам нужно ваше мнение, мнение зрителей. И этот влог выйдет достаточно поучительный для молодых парней. Тех, кто хочет двигаться по каким-то субкультурным темам. Тем, кто двигается на острие ножа. К чему это все может, в принципе, привести. Мы не понимаем до сих пор, что это было вообще. Конечно же, после данного выпуска мы переосмыслили все. То, как снимать влоги, то, с кем снимать влоги. Как проверять людей. И самое главное, как обезопасить себя от приема Петровича. Мы начинаем! Больше с непроверенным контентом я лично, ребята, никаких дел не имею. Сегодня пойдет речь именно об этом. Ну, в чем я не могу себе отказать? Это, конечно же, в бонусе. По промокоду SHELX до 25 тысяч рублей на первый игровой депозит. При регистрации балуем вас в очередной раз розыгрышем футболочки данной. Что нужно для того, чтобы зимой не заболеть? Ее одеть! А что для нее нужно сделать, чтобы получить-то? Оставить комментарий под видео, поставить класс, быть подписанным на канал Дух Провинции. Больше ничего и не нужно, друзья. Вы уже автоматически участвуете в розыгрыше. А предыдущий победитель из предыдущего влога, держи, пожалуйста, напиши нам. Мы тебе высылаем. Все полезные ссылки о нашем партнере, о получении бонусов, вы увидите в описании данного видео. Есть ссылка на наш телеграм-канал. Там все есть в закрепленных записях подробно. Конечно же, биты, самые свежие новости. Все там. Бывает вообще пиздец, какой за место. Произошло как? Приехали мы в Питер в очередной раз снимать контент. Написал нам в группу персонаж, контроль, погонял его из рэп-тусовки, как он нам представился. Очень уверенно подавал мысли, что то, что вы снимали с Майком, это детский лепет. Я пережил там пиздец. Грубо говоря, санкт-петербургские вайтсмоки со своим почерком, скажем так. Параллельно парни предложили порисовать, на что мы, в принципе, зная накаленную ситуацию в Санкт-Петербурге, по граффити движениям сказали, что нужно сделать это максимально на нейтральной территории, на какой-нибудь проверенной. Ну, на что, в принципе, геолокацию предложили на ушатанной заводской стене, с одной стороны. Но стена была очень сомнительная. Было предложено Денисом новое место. На самом деле, метро Выборгское вообще очень странное. Был выбор именно в рисовании. Когда я увидел ту локацию, которую они предлагали, ну, мне сразу показалась трасса, какой-то, блядь, проходная, завода. Хотя потом это оказалось. Вход в ТТУ. Ну, то есть там, короче, электрички стоят под охраной. С учетом того, что мы, в принципе, не видели камеру, но мы доверились. Хотя был спот, который был в темноте, и можно было спокойно туда. В темноте порисовать. Естественно, с дороги нас бы никто не увидел. Но я провел расследование. Спустя три дня, когда все успокоилось, приехал на это место, я охуел. Там на протяжении, там, 10 метров, 15, камер 20, наверное, было. А еще плюс, они, Сереге, сказали, у нас все проскаутировали. Да, смотрите. Там все охуенно. Кто там скаутировал? Немаловажный момент был в том, что я ехал по работе в Питер. Мне нельзя было проебываться. Романа сломанная спина. То есть у нас риски были изначально сведены к нулю. То есть мы как бы не собирались мутить какой-то сверхэкстремальный контент и уж тем более нарушать какой-либо закон. Не снимая с себя доли ответственности, скажу, что мы сами долбоебы. Мы пошли, не проверив. Мы сами друг с другом перекусались, перегрызлись. Кто виноват, кто прав. Виноваты все в нашей ситуации, поскольку ходить на такое дело, чем это могло закончиться, ребята, одному богу только известно. Но меня лично что насторожило? Несколько моментов. Мы приходим, значит, один из типов нас постоянно снимает сзади, со всяких ракурсов, на камеру он, телефона. Но я думаю, похуй, бэкстейдж. Мы не утверждаем, что это какой-то бермудский треугольник. Если у нас мнюха, тысячу извинений заранее, ребята, может быть, кто-то... Ну, всегда все бывает такое, что делают люди ошибки. Если же вам кажется, что история так же мутная, так же отпишитесь, ребята. Потому что есть некоторые моменты, которые, ну, нельзя не учитывать. Приемлема ли вообще такая ситуация? То есть ты собираешься, тебе пишут какие-то чуваки, ты за них как? Ну что, как это происходит? Ты пробиваешь кто, какая команда или что? Я смотрю, да, как бы спрашиваю, а какие куски делал, кого знаешь, с кем знаком. Может быть, лично кого-то человек знает. И если есть, ну, за него говорят, да, я знаю, что это за чувак. И там у меня каких-то сомнений нет, то я встречаюсь. Но я, на самом деле, последнее время вообще уже ни с кем вот по такой теме. Именно по граффити экстремальному какому-то вообще не славливаюсь. Потому что сейчас настолько ситуация с граффити тяжелая стала, что начинают закручивать гайки. И поэтому, на самом деле, мы очень, когда в Питере это делали, что-то в натуре, как будто у нас как бабка какая-то зашептала. Мы пошли. Я такой, ну, тоже ладно. Хотя, по сути, нужно было стоять на своем и, блядь, идти в ту темень. И как бы ситуация, может быть, прошла бы нормально. Хотя хуй его знает. Мне знаешь, что удивляет? То, что ты персонаж очень известный на российской граффити сцене. Потому что, когда приезжают люди, там, Леди Кей и так далее, когда общаются, там, какие-то гранды в этой движухе, там, с открытым ртом с Денисом. А тут приезжают чуваки, которые красят, якобы, по легенде, пару лет, которые о нем даже не удосуживают вступить в какое-то обсуждение, где лучше сделать, когда. И по факту, по факту, мы сейчас говорим только о фактах. Жопа Дениса подвергается в данной ситуации под пиздец какой риск, что мы из обычного репортажа превращаемся в свидетелей какого-то пиздеца. Да, со стрельбой, с людьми в штатском и из позитивного настроения переходим в ахуй. Ладно, мы, грубо говоря, люди, у которых не было ни красочки, ничего на руках. С нас как бы взятки гладки. Слава богу, там, Роман не повредил спину, ничего такого. Ну, и как бы мы просто убрали эту кассету на долгий ящик. А могло бы быть-то все по-другому. Как минимум, испорченное настроение, выяснение личности всякие, там, потрошение телефонов, камеры. Ну, да чего угодно. Нет, вообще у нас презумпция виновности, и поэтому в любом случае, чего бы ни было, до выяснения обстоятельств сдержать можно. Да, там можно чего угодно, знаешь. Мы были написать вообще нормально, с учетом того, что то, что нам говорили ребята, которых приняли, что там, блин, вообще, по-моему, каналом люди были заинтересованы, поэтому тут сразу вопросики. Конечно, если бы не это все, мы просто бы забили хуй и не выкладывали это видео. Но поскольку мы сняли, поскольку история имела место быть, мы решили запилить вот так, как есть, опять же, на ваше обозрение. Мы продолжаем наш экскурс по субкультурам, прощупывать. Продолжаем пульс городов. Опять мы в Петербурге. Яркий пример обратной связи с подписчиками. У нас был выпуск про White Smog московский с Майком, после чего один из наших подписчиков отписал то, что Петербург тоже претендует, извини меня, на такие интересные истории. Так что, ребята, как будете? Ну вот, в принципе, и приехали. Всем привет. Опа. Я Саня Контроль. Известен в Питере тем, что также оказывал сопротивление хулиганам, скинхедам. Вот. Есть личные драки один на один с лидерами скинхед-движений. А это какие года, получается, ты застал со скинхедами? Изначально вообще я в рэпе с 96-го года где-то. Вот. Где-то года с 98-го я уже начал плотно драться со скинами, когда первый раз увидел тусовку «Беспредел». Это рэперы были. Вот. Они первые рэперы, которые я увидел, которые сами нападали на скинов. Тусовка насчитывала до 200 человек в какой-то момент. А после этого уже скины где-то, ну, в начале 2000-х их почти не было. Вот. Появились больше футбольные хулиганы. И вот сейчас мы дойдем до Первомайки, где непосредственно было первое нападение хулиганов на рэперов. Их приехало человек 300. Они забежали прямо вот в какой Первомайский. Вот. Устроили погром. И там начала образовываться вот как раз наша банда контроля, которую не я так назвал, а ее назвали наши оппоненты, так сказать. Слушай, ну, в начале нулевых годов, мне кажется, все-таки дофига скинов-то было. Скинов-то было дофига. Мне кажется, все время казалось то, что Петербург прям заполонен. Да, скинов было много, но хулиганов, как ни крути, потом стало гораздо больше. А рэперов сколько было? Ну, рэперов тоже было много, но это же не боевой состав, как бы. Слушай, многие, кстати, рэперы стали потом хулиганами. Ну да, вообще были, были убежения. Да, 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 типа, как и я. Просто я изначально любил подраться. Ну, как не любил подраться, я занимался спортом, и с детства у всех у нас такое было. Как бы все дрались. Меня ножом первый раз на стрелке в восьмом классе порезали. Да ладно? Вот, да, как бы из-за того, что я не любил бегать, я просто не убежал. И вот поплатил. А это что за тема-то вообще была? А, стрелка на районе между дворами. Нифига себе. То есть это малые такие, восьмилетние, что ли, с ножами по реалии друг другу? Да, да, восьмилетние пластики. Ну, там были разные люди, на стрелке раньше ходили, если эта стрелка район на район, то ходили как бы все, от мала до велика. И гапы, и все, да? Да, вообще собирали все, то есть вот. И парни с Ленской улицы, я жил на коммуне, энтузиастов, а они Ленские, это разные районы. И вот они пришли к нам, и первое ножевое ранение в ногу я получил в восьмом классе. Меня просто так порнули. Пиздец. Просто что, подошел, взяли. А за место был в итоге, или просто это преразголовник? Нет, они прибежали толпой на район. То есть это не было какой-то забивной стрелой. Просто они собрались и пришли к нам на район, и всех гасили, кого выловили. Вот, можно было съебать, мы их увидели заранее. Но, как бы я не съебал, никогда не любил бегать. Поэтому получил вот ножом. Короче, голову пробили, ну так, помутузили и отпустили. В общем, вот здесь, парни, был как бы очень серьезный первый завес. Это был год, наверное, 2001-2002. Как бы хулиганов «Зенит» они пустили на вираж. Потому что до этого они так что-то подпадали с ОМОНом. Пошли все по-серьезки. И на следующий матч их не пустили. И они собрались и приехали, короче, сюда. Вот здесь непосредственно был ДК Первомайский. И каждую первую среду месяца здесь проходили рыб-вечеринки. Вот конкретно, да. Они поедали оттуда. Вот, пришли сюда, забежали вовнутрь Первомайки. Устроили как бы весело. А что это концерт был, если не секрет? В Первомайке просто хит-коп-вечеринки ежемесячные проходили. Рэперы, они позитивные люди, как бы в основном. То есть из них драться никто не хотел. И было жестко. То есть они забежали, рэперы все ломанулись в зал. Начали ронять девок. Прямо по девкам бежать. То есть, ну, топтать людей ногами, сами себя. Вот. А мы встали как бы в зале. Начали отбиваться. Ну, как бы, чтобы их не пропускать. Ну, передо мной лежали рэперы. А на них уже сидели скинмы с хулиганами и просто долбили. Вот. Я тогда одному скинхеду ударил, у него бутылка водки торчала. Я у него забрал бутылку водки. Какой год был? 2001-2002 год. Это уже после Ельцина просто все было. Вот. И этой бутылкой вот водки мы потом промывали голову в туалете, там, пробитой рэпером. Приехал ОМОН. В результате, короче, всех рэперов взяли выцепление и повели до Финянского вокзала. Мы из-за цепления выбились, потому что мы хотели дальше драться. Она не справедливость как бы не сподрила. Вот. Ну, ни с кем мы, естественно, в этот день уже не подрались. Но, как бы, вот на следующей вечеринке это стала ежемесячная традиция. Каждую первую среду месяца в Первомайке была вечеринка. И каждую первую среду месяца сюда приезжали хулиганы. И все это, как бы, доросло до такой фигни уже, вплоть с ними до забивных драк. То есть они приезжали, я подходил уже, договаривался, сколько нас, сколько мы будем драться в парке. Ну, это уже спустя полгода, наверное. За полгода мы хорошенько отметились, мы начали, как бы, уже конкретно их встречать, валить. Ну, вот, когда у нас двадцаточка где-то собралась, вот, то есть мы уже нормально давали сопротивление. Потому что, ну, там такие же люди, как бы, они так же боятся. То есть ничего такого страшного в скинах и хулиганах супер нет, чего нету в других людях. Поэтому, когда начинаешь оказывать сопротивление, многие окулывают и сваливают. Здесь ДК Первомайского находится здание, которое сейчас вносит там метро Выборгское. Мы обычно шли через этот парк наискосок. И в этом парке, как бы, вот, у нас было очень много стычек сначала, как бы, случайных, потом, как бы, вот, уже договорных. То есть, когда нас уже узнали, я уже конкретно подходил там, если были кто-то более старшие, как бы, хулиганы или скины, мы уже нормально договаривались. И вот как-то был тут замес, наверное, 20 на 20, 25 на 25, может, потому что, ну, сильно много рэперов нельзя было собрать. И хулиганов было человек 40, ну, и, соответственно, у нас человек 60, и драться должно было только 20 на 20. И вот мы на ней прыгнули, сошлись. То есть уже была какая-то договоренность, да? Да, мы, то есть, уже встретились по договоренности в этом парке, построились как надо, я отобрал там состав, как бы, вот. И, короче, была нормальная стычка, и мы их реально положили. Они побежали от нас все, кто дрался, кто не дрался, короче, мы погнали всех. После этого они прямо вообще обозлились серьезно. Начали привозить уже более конкретные составы, ну, не в Первомайского, а на концерты. То есть, вот, когда были какие-то концерты где-то рэперские, приезжал уже реально серьезные составы, как бы, с серьезными взрослыми дядьками, вот там было, конечно, тяжело. И вот на одном из таких концертов один, короче, рэпер, который впоследствии стал хулиганом, вот, пырнул, короче, одного хулигана в магазине ножом. И всю эту хуйню свалили на меня, потому что, ну, как бы, думали, что никто больше этим способен, и вот мне... А кто свалил, интересно? Я знаю, ну, как бы, кто это, не нужно называть имени. Ну, из твоих, кто? Вот, нет, он с нами редко дрался, он просто тоже такой был, ну, не маленький. Ну, имеется в виду с вашей стороны был. С нашей стороны, да. Он после этого пропал очень надолго в хип-хопе, а потом ушел, короче, в футбол. Вот, тот же попал сразу в одну такую немаловажную фирму. Ну, и в результате, как бы, получается, он меня подставил вот этим, потому что все думали, что это я, и меня стали конкретно искать. То есть, предлагали деньги за мою информацию, типа сказать, что вообще контроля хуел, как бы, просто, ну, это уже ни в какие ворота, надо ему найти, течет за хуевшие вообще рэперы. Вот, и стало, конечно, немного посерьезней. Искали меня на Ладожской, где я, как бы, жил. Приезжали на Ладожскую после концерта, ждали в метро. Пиздили рэперов на Ладожской, искали меня. В результате нашли даже мой двор, как бы, и приехали в мой двор конкретно. Но я тогда там не жил, я жил с девушкой на другой станции. Как бы, вот, они немного, как бы, тут промахнулись. Ну, прямо мой двор они нашли. В этом парте мы, как бы, каждый месяц, то есть, надо понимать, что это в течение двух лет, каждую первую среду месяца, и здесь точно была града, сто процентов. Не было вариантов, что все пройдет гладко, как бы. И мы уже прикололились даже иногда. У нас есть, как бы, люди, которые переодевались в хулиганов. Заходили, заходили с ними. Шли сюда, поздравили. С ними, когда мы прыгали, они начинали в середине толпы устраивать, как бы. Ну, слушай, ну, вот у вас вообще в головах было, что это когда-то должно закончиться, например, там, или, ну, типа, или это было как футбольный матч, блядь. Слушай, ну, не знаю, тогда закончится это или нет, я не знал. Я знал, что каждую среду месяца я здесь точно буду драться, как было. Да, да, скорее драться. И, как бы, ну, помимо этого, естественно, мы ходили все на прикидах, на широких штанах. Везде были неприятности. Я вплоть до трех раз за день мог подраться. Мне было в кайфе, у меня была довольно спортивная молодость. Я занимался боксом, тайландским боксом. Я, как бы, ну, нормально дрался, как бы. Это сейчас я толстый, такой, с кузом. Мне было, ну, как бы, в кайф. Ну, особо было не проблематично помотаться. А парни у нас особо бойцов не было моих. Ну, как бы, все любили подраться. Ну, прям, всем хотелось этого. Типа душок, правда. Да, типа, вот, ну, как бы, мы ждем. Кто-то едет сюда и боится, хочет обойти хулиганов, там, где-то собирается, на такси как-то скидываются, там, уезжают, там, не пойми как. А мы как раз собираемся. Чем больше народа, тем лучше, кого найдем. Слушай, а вот у меня вопрос такой возник, потому что сейчас все достаточно смешалось. Ну, как бы, рэперы, там, рэп. Люди некоторые читают, ходят на трибуну, там, дерутся, ну, всякое. Все вперемешка уже давным-давно. А в принципе, вот, если такой философский вопрос, какова была подоплека именно, блядь, самой этой вражды? На тот момент это именно для нового поколения. Слушай, ну, у нас все было по выбору. Я, так сказать, я, как бы, никогда не придерживался, там, ни антифашистских взглядов, никаких, ну, я всегда такой был, как бы, потерей-то, ну, националист. Слушал негров, ну, как бы, я люблю свою страну. Политика была непричемственная. Да, как бы, а что приходилось делать? Они приходили, не было выбора. Ты ходишь на рабконцерт попасть, хоть тусить, хочешь в широких штанах ходить, так, будь любезен. Ну, как ты знаешь, все знали, что за это, ну, как бы, надо будет отвечать. Просто, ну, большинство рэперов, они такие все позитивные, там, как бы, ну, драться. Каждый раз пизды получать было, наверное, некоторым в диковинку. Ну, как бы, что такое? Ну, хуя! Было, кстати, такая тема. Как бы, просто они приходили, и когда сон набрался, у нас еще хороший, как бы, состав, и, ну, нам самим было тоже, это в калька, мы первый раз разъебашили, как бы, хулиганов, которые у нас прыгнули, их погнали, как бы, мы поняли, что, ну, это вообще нормальная тема и весело, то есть, ну, не надо щемиться. Были, конечно, моменты, когда нам приходилось уебывать, но если мы уебывали, то уебывали все, ну, вот, со своими пацанами. То есть, ну, как бы, блин, потому что по-другому, как бы, никак. Иногда количеством мы просто не вывозили. Вот. Нам и так всегда приходилось драться, ну, в основном, против большего количества оппонентов, потому что их всегда больше было, как бы. Нам присоединялись, рэперы все время хотели, я, как бы, всегда рэперам говорил, ну, типа, пацаны, если, как бы, кто-то побежит, ну, блядь, будет жестко, как бы. Если кто-то побежит, я увижу, вы никогда больше не будете на рэп-вечеринке ходить. Я вас всех запомнил, кто сейчас собрался драться, так что, кто не хочет драться, просто уходите сейчас, пока есть время, потому что нам вот эта суета не нужна, когда у нас 100 человек, она спрыгает, а остается 15, блядь, нахуй-то надо. Лучше, блядь, пятнашкой нормально выстоять, как бы, либо всей пятнашкой съебаться. Вот, ну, и, как бы, поэтому к нам присоединялись только действительно те, кто хотел драться, кто убегал, получал пизды такие были, как бы, ну, и слова были не просто так сказаны. Смотри, вспоминаю, в Самаре движухи у нас были альтернативщики, скейтеры, рэперы. У нас это объединение, которое против скинов, но, смотри, и скины, были скины и кассуалы, ну, по крайней мере, вот в провинции было так, рэперы со скейтерами хорошо общались, потому что это была одна тусовка, а скины с околофутбольщиками, ну, именно кассуалы тогда это называлось, ни хрена, особо не общались. На самом деле скины махались, скины были изначально, потом появлялась мода около футбола, вот это вот, и на самом деле у нас были стычки. Ну, у нас такое тоже было, и скины брали не циганами, они даже как-то вираж помню делили в какой-то момент, старые скины и новые пришедшие хулиганы, как бы, у них были там разногласия, вот. Ну, как бы, по письму трэперов, они всегда объединялись. Вот, как бы, на больших концертах проходили, к нам тоже часто присоединялись альтернативщики, потому что они были посмелее, и почему-то рэперов более безбашенные. Ну, на концертах, надо понимать, это где тысячи людей, как бы, туда и прилетали, там, и по 500 человек могло быть. На каком-то концерте, я помню, в клубе Клуб Порт, в центре города, вот, скины-то собрались, я не знаю, ну, тогда больше даже скинов было, они собрались у каждой станции метро, то есть нам из центра было несколько, да, и пошли со всех сторон, некуда было деться, реально тогда отхватили, как бы, все. Мы добирались небольшой толпой уже, отбились там от кого могли, я там, в принципе, из тех людей, с которыми остался, никого не знал, потому что была большая паника, столько стеклотары, летящих в нас, и на Невском проспекте, когда мы шли толпой, все пошли с концерта вместе, потому что других вариков не было, вот, и мы пошли по Невскому, и до Невского дошли нормально, и вот как-то идем по Невскому, у нас человек 200-300, наверное, там просто такая толпа, и сразу было видно издалека, руки вскидываются, там, заряды какие-то, и в небо смотришь, просто летит такое количество стеклотары, камней, как бы, ну, было, да, немного так стремноватенько. Как на тот момент Акап, ну, Сарана, это все реагировали? То есть они давали вам подраться, хреносе, ты говоришь, 300 человек шло с другой стороны, тоже там такое же, наверное, количество народа. Но мусора появились, скорее всего, ОМОН. По факту. Вот, то есть чем, ну, как бы, дольше собираетесь, чем больше народу светится, тем больше это привлекает внимание. То есть они сразу не блокировали? Нет, иногда блокировали Первомайку, потому что, я говорю, два года, это была традиция, каждый первый среду месяца уже у финляндского мусора ОМОН, как бы, потому что здесь, реально, два года стабильно, раз в месяц были замесы. Иногда мы приезжали, мусора были везде, в парке, вот тут, как бы, то есть один раз у нас был в момент, мы шли из Первомайки, тоже вот прошли через парк, что-то никого нет, и смотрим, у метро Выборгской всех пулсов, короче, ОМОН зажал, и как бы, давайте, метро быстро проскакиваете. Все ли едем? Я говорю, парни, давайте сейчас, типа, это, они их отпустят, они поедут по-любому за нами, а мы их в вагоне на них прыгнем, и вот мы на следующей станции на финляндском вышли, как бы, стоим, ждем, когда они приедут. Естественно, пока мы их ждали, все нахуй рассосались, никто зараться, весом не хотел, хулиганов было реально дохуя, и мы стоим, их ждем, у нас уже, в основном, бабы одни остались, они приехали сверху, мы их ждали в метро, что они приедут на вагоне поздно, они доехали на трамвае отсюда до финляндского, и всем, блядь, этим дружным трамваем, короче, спустились, короче, вниз, и на нас прыгнули охуенной, короче, толпой. Не будет ли такого, то, что скажут, ебачит он причесывает? Слушай, не, не будет, как бы, все, кто тусил тогда и со стороны рэперов, и олдовые скины с хулиганами, я много с кем общаюсь, как бы, блин, можешь сам спросить, ты же тоже, знаешь, холсов олдовых, по-любому, и скинов, наверное, каких-нибудь олдовых, питерских, знаешь, про банду контроля, как бы, и про контроля, то есть, ну, блядь, никого больше в Питере таких не было. У меня есть драки один на один с известными, там, лидерами движений, вот, один на один, единственное, я получил один раз пизды в Питере, в честной драке, очень по-честному, то есть, в результате подрались, я пожал руку, но это был, короче, лидер мясной питерской конторы. Тогда мы на Приморской дрались один на один, как бы, в дворах, и, честно, то есть, он мне наебал без добиваний, мы договорились, как бы, в конце пожали друг другу руки, все, других таких, как бы, вот, случаях в драках один на один не было, не было, хотя, после одной драки с известным лидером одной известной скинхед-группировки на просвете мы за метро дрались, возникло очень много слухов, драка закончилась ничьей, никто друг друга не наебал, как бы, вот, мы просто разошлись, оба были пьяные, ну, так нормально помахались, то есть, он думал, что он меня быстро отпиздит, я думал, что я его быстро отпиздил, представьте, ну, никто быстро друг друга не отпиздал, возюкаться уже не хотелось, тоже друг другу, руки пожали, как бы, разошлись, ну, поползло очень много слухов после этого, и мне звонили, прямо, это, скины, говорили, давай, перезабьемся, то есть, ну, нашлись общие знакомые скины, звонили на домашний телефон, сотов, вот, тогда еще не было у нас, мы сказали, давай, приезжай, вы один на один честно забьете, чтобы не ходили все эти слухи, не ползли, кто там кого отпиздал, но этой драки, так, к сожалению, почему-то и не состоялось, больше они на связь не выходили, у скинов более сложные, зависит, проверили, жестких приемов не было, ну, каких-то, не знаю, не подтягивали, как, за что, за рэп, ну, вообще, нас подтягивали, как бы, за драки, очень много было, как бы, это, школьников, студентов, и, как в метро, если были драки, по времени, по карточкам, по которым проходили, потом подтягивали, короче, мусорнил, кто был в это время, был у нас такой случай один, к нам приехали москвичи, с которыми я начал вследствие гонять в Москву на мячике, почему я начал болеть за ЦСКА, вот, потому что мы дружили с рэперами из Москвы, с Райаном Перова, это софтка Uncantrol, вот, они уже гоняли, это за ЦСКА, это, кстати, ответвление о вайтсмоков, вот, они тоже ходили в колголовых, тоже постоянно дрались, и, как бы, вот, они приехали к нам погостить, уже не первый раз, и, вот, мы с ними тусили на Горьковской, гуляли, нас еще и 8 было, и, случайно, короче, зашли во дворик, и, ну, на скинхедов прямо нарвались, прыгнули на них, они забежали в квартиру, мы ворвались в эту квартиру, это оказалась какая-то штаб-квартира скинов, там все было в плакатах, в флаге, ну, как бы, кроме скинов там никого не было, мы всех там конкретно захуярили, вот, москвичи там орали Uncantrol, Moscow, поэтому пополз после этого, мы тут две пары камелотов спиздили на выходе, и какой-то их бригадный флаг, короче, который в Москву тоже к парням уехал, вот, и после этого, конечно, поползли слухи, что, типа, это, ну, только white smoke, могли, они там орали, москва, как бы, ну, потом, естественно, вычислили, что это был я, мы просто гуляли вот в центре, и случайно так получилось, никто не ожидал, то есть, ну, специально так штаб-квартиру каких-то скинхедов там не вычислишь, просто там их тоже было примерно как нас, человек 8-10, и, ну, то есть серьезных там каких-то бойцов не было, и мне потом тоже, я много с кем, как бы, из олдовых скинов общаюсь, как бы, из старых, мне, конечно, эта история так припоминает, но всегда уже, знаешь, с таким респектом, как бы, типа, уже, ну, там без жестких каких-то последствий было, не, мы просто отпиздили их там чуть-чуть там разъебали хату, забрали там флаг какой-то, две пары там камелотов высоких, никами гриндера там, да, да, гриндера были, тут же пацаны их на себя надели в соседнем дворе, вот, и как бы свалили, без фильтров, нападение без фильтров, ну, типа того, знаешь, что интересно спросить вообще, какая судьба там у твоих друзей, допустим, стала, вообще в целом, прошло уже сколько лет, вот, грубо говоря, после этих активных тем, как бы, ну, с последней, вот, драки уже прошло, лет, ну, 15, наверное, да, потом все это немного подроссосалось, как-то все, ну, уже повзрослели, судьба у всех, как бы, разная, кто-то забил вообще на все, там, вот, работает по-серьезски, там, семья, дети, а вот там в тюрьму посажали, блин, кто-то вообще пропал, единственный, кто с нашей тусовки начал зачитывать, ближе к 2010 году, это я, я начал почему-то именно читать рэп, в 2009, наверное, на году, и вплоть до 2013, я довольно плотно этим занимался, у нас была тусовка, конечно, хэш, это был чисто музыкальный такой коллектив, устраивали вечеринки, тусовались, было весело. Я вообще слушаю всю эту историю, я, конечно, вообще шокированный, если честно, я даже и не знал, что такие движения есть, потому что у нас в Самаре по этой теме рэперы, ну, особо вообще не могли противостоять, была, да, тусовка там, ну, мы их называли почему-то white smok'ами, как бы, по факту, это понятное дело, что только в Москве были, вот, но парни, да, были жесткие, но практически все они потом побывали на трибуне, ну, тоже как-то сошлись там пути, перестали друг друга ебашить, больше по-человечески стало это все, но, конечно, у нас там, типа, если, блядь, проходила урбания какая-нибудь, это однозначно все заканчивалось, блядь, такими накрывами рэперов, что просто пиздец, ну, да, были ответные действия, мы там съебывали однажды от чуваков, от этих прям, немножечко, не дооценили, скажем так, да, съебнули там, блядь, жестко было, пиздец, но потом жестко было и в ответ тоже, но вот эти, это такие времена, почему вот у нас такая тема, то, что мы вспоминаем, блядь, с восхищением эти времена, потому что, блин, тогда, как бы это все было, как бы, вообще просто начинает с детства, я 82 года рождения, как бы, блин, родился вот в Петербурге, то есть я Ленинград, в Ленинграде еще, я Ленинграде, вот, и жил на окраине города все время, было все изначально жестоко, как бы, то есть, ну, блин, вообще никакой, не ультра, этой структуры, ничего не было, в моих дворах только несколько лет назад освещение дали, как бы, вот, это без пиздец, ну, лет 10 назад, да, году 2010, стало более-менее прилично, до этого все было везде разъебано, везде были какие-то, ну, те могли предъявить, даже за то, что ты просто в другом дворе, как бы, ну, вот, как я говорил, парни с соседней улицы, через улицу меня в 8 классе ножом порезали, только за то, что я, как бы, с другой улицы, блин, вот, и, как бы, вот в таком месте я, как бы, рос, жил, естественно, это все вошло в привычку, когда я начал заниматься спортом, понял, что, ну, могу драться, оказать сопротивление, все это пролетело очень быстро, незаметно, да, были случаи, было тяжело, и на пиздец, стрёмно было, иногда я не мог просто, ну, иногда спокойно в метро, там, после какого-нибудь концерта проехать до дома, потому что везде могли быть какие-то проблемы, но это все как-то в том возрасте пролетало незаметно, это сейчас я прежде, ну, если у меня какой-то конфликт на улице возникнет, у меня уже просто три судимости, как бы, вот, четвертую я точно не вывезу, но четвертую меня посадят, и, как бы, то есть, любого конфликта на улице, любая драка, уже с годами начинают фильтровать, да, и поэтому, как бы, я стараюсь сейчас вообще не конфликтовать, а то время, да, оно было такое конфликтное, приходилось, как бы, драться, это все было немного по-другому, повеселей, как бы, ну, возраст другой, что ли, как бы, не знаю, как-то все это пролетело, и было хорошо, что там, мусора едут, бля, мусора, сюда, 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 идем, ай, сука, сука, ну, там, какие-то, побегут, не будет, что-то, Omar, я не знаю, как я как я угорь, надо пить и Música мусора м Субтитры сделал DimaTorzok Подскажите нам, дуракам, что произошло Очень неоднозначный выпуск, скорее всего, даже, наверное, самый спорный выпуск, который у нас был И что это с нами произошло, до сих пор остается загадкой Я же призываю в очередной раз, ребята, дружите только с теми, с кем вы, в ком вы уверены Кто не скажет вам, да нет, там охуенно, обудется суперхуево Такого быть не должно А ситуация на Калинате могут сейчас взять просто на стрите и пробить А полиция работает, даже внедряются там всякие художники, как раньше, в хулиганизм Я сразу говорю, что я никого ни в чем не обвиняю Я предлагаю вам побеседовать на этот счет, порассуждать, что это было на самом деле Я даже буду гораздо спокойнее, я буду очень рад, если человек действительно честный Может быть, и он не знал, что с чего Потому что это всеобщая подстава А да, там какой-то человек там, который якобы с нами был, пишет мне в директ Там какие-то провокционные вопросы Ну, блядь, о чем вы, что? Ребят, о чем? На парней, конечно же, мы гнать не хотим Только по факту могу сказать, что хуевая ситуация вышла Именно с тем, что нас уверяли, что будет все ровно, безопасно А вышло с точностью наоборот Конечно же, мы сами должны были думать своей башкой Больше мы на такие грабли не наступаем Но все же, не забывайте, что в этом доме Гуфу продавали наркоту Пишите в комментарии, друзья, кто чего знал о противостоянии в Санкт-Петербурге Рэперов и фанатов Я думаю, что самым главным показателем нашего канала Является наше прямое общение с вами Поскольку вы и строите данный контент Помогаете нам За что вам от души душевную душу Денис, как должно было быть вообще? Во-первых, они должны были послушать меня Они меня не послушали, сказали Да не, не ссы, давай лучше вон где посветлее Потом нужно было им еще раз заранее Прежде чем идти посмотреть Вот к этой стене по камерам Все равно Мы шли когда к этой стене Все равно казалось То, что они все равно не знали толком Не говорили Вот давайте вот на этой И мы прям на самом виду были Вот когда мы ходили Они вообще, то есть даже мне вопросы не задавали Что я хочу нарисовать И все То есть уже были нестыковки Что им вообще похуй было Как будто что-то нарисовать А когда я приехал через три дня все пробивать Я настолько там охуел Что там не то что камера А еще напротив какая-то государственная хуйня И пацаны мне сказали, что вообще напротив мусарки По-моему Эта ситуация как бы была чревата Если бы допустим вот сейчас Кто-то здесь ее предложил серьезным людям Если допустим люди говорят Охуеть, стопроцентное место Делаем парни Хотим с вами сделать И место оказывается не охуенное Ну по сути пиздюлей вешать этим людям Которые не пробивают мазу И не иметь с ними дела А то если спускать эти штуки Потому что молодежь растет А их надо учить Если они будут не научены То будет такая хуйта и творится Ребята Тут из песни слов не выкинешь То как есть Никаких претензий нет Мы сами долбоебы В это все попались Но в дальнейшем как бы Естественно С подобными вещами я вообще А там уж сами думаете Бог вам судья Редактор субтитров А.Семкин